Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил и добро пожаловать. Сегодня у нас будет пополнение ножей Валерия Толкачева, он же Механик Найф. Поехали! Про ножи Валерия Толкачева у нас есть отдельный выпуск. Он у вас появляется в правом верхнем углу по всплывашке. Вышел он примерно с полгода назад и вот за эти полгода к нам доезжает еще поставочка этих прекрасных кастомных ножей. Сразу скажу, что в комплекте идет визиточка вот такая вот металлическая и обязательно каждому есть вот такой вот титановый ключик. Потому что осевой винт на ножах Механик Найф специфицирован и обычным торксом его не открутить. Погнали, я быстренько расскажу про каждый ножичек из тех, что лежит у меня сейчас на столе и вы сможете спокойненько дальше идти по своим делам. Ножичек под номером 4-1. Это самый, наверное, обыкновенный складной нож, который делает Валерий Толкачев. За единственным исключением, что, конечно же, это делается все вручную и тут используются премиальные материалы. В данном конкретном случае у нас на ноже стоит М398. Заявлено 64-65 единиц по шкале Роквелла. Высокие прямые спуски, продольный сатин. Сведение примерно в 0,2-0,3 мм. Рукоять здесь уже титановая. Тут используются титановые притины или же бальстера, кому как удобнее. Титановая клипса и титановый бэкспейсер. Лайнеры точно так же сделаны и с титаной. Для того, чтобы титановый лайнер не стирался от такую твердую железку, пята лайнера карбидизирована. Шарик детента у этого ножа керамический. И в осевом узле стоят однорядные керамические подшипники. А вот в качестве материала накладок тут уже используется красивенький такой вейв-карбон с золотой стружечкой. И в совокупности с титановым оксидированным бальстером смотрится очень даже неплохо. Ножчик хороший, удобно сидит в руке и в принципе достаточно комфортно ощущается на кармане. Однако давайте я на нем уже останавливаться так долго не буду. И расскажу вам про ножчик номер 3. Складной нож номер 3 выглядит вот так. Тут уже побольше габариты. Другая форма клинка. Но в целом плюс-минус такая же конструкция. Тут также используется М398 с заявленной твердостью 64-65 единиц по шкале Роквелла. Тут точно также используется М398 с заявленной твердостью 64-65 единиц по шкале Роквелла. Тоже тоненькое сведение, тоже продольный сатин. В руке он в моей конкретно сидит получше, чем номер 3. Тут другой профиль клинка. На рукоятке у нас все так же титановые бойстеры, титановые лайнеры, титановая клипса. А вот бэкспейсер уже сделан из карбона. Также на накладках используется тоже интересный и красивый карбон, который уже с медной скорее стружкой, чем с золотой. Однако это также не единственный нож, который приехал к нам в магазин. Его откладываем в сторону и ищем среди вот этой всей кучки ножичек номер 6. Потому что это фронт флипер. Такой у нас появлялся тоже в магазине, но он был в исполнении с M390, обыкновенный M390. А теперь он к нам приехал в 121-м Рекси в обкладках из 110Х18, полностью карбоновых накладках из красивого такого красно-черного карбона по системе Wave. Открывается клево, сведен также тонко, примерно в 0,2-0,3 мм. Заявленная твердость 121-го Рекса в исполнении Виталия составляет 67 единиц по шкале Роквелла. Это очень твердая железка, которая очень и очень бодро режет. Но, конечно же, такое железо не может быть нержавеющим. 121-го Рекс ржавеет, причем очень так сильно. И поэтому он тут выполнен в обкладках из 110Х18, который является нержавеющей сталью. В остальном же ножчик очень хорошо сидит в руке. Тут титановая одноточечная клипса, которая на самом деле достаточно жесткая. И тут также титановый бэкспейсер. В принципе, это все. Остальные ножи, которые к нам приехали, это вариацию на тему вот этих трех ножей. То есть это номер 4, номер 3 и номер 6. Есть вот такие вот в 121-м Рексе и так далее и тому подобное. Подробный список ножей, которые к нам приехали от Валерия, вы сможете увидеть в описании к этому видео. Там есть ссылочки как на раздел сайта с Механик Найф, так и на новинки непосредственно. А я на этом моменте буду уже с вами потихоньку прощаться. Как по традиции, напишите, как вам эти ножички в комментариях. Пообсуждаем, поговорим на интересную ножевую тему. Ну и, собственно говоря, вот тот самый момент. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Увидимся с вами совсем скоро. До встречи на нашем канале. Пока!